Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Спокойная жизнь Таты Абрамсон и Валерия Блеменкранца закончилась. Марина Тристановна, которая вынуждена была временно покинуть проект из-за неотложных дел, уже вернулась. И теперь для молодой пары начинается настоящий ад. Стас Дегтяренко, который не ушел с проекта за выгнанной на голосование Настей Зубовой, уже присматривается к другим девушкам. Им очень нравятся Лиза Триантофелиди и Кристина Ослина. Зрители считают, что Стасу идеально подошла бы по внешности Лиза Полыгалова, но девушка покинула проект. Лиза пишет, ребята, я ушла с проекта. Теперь все предложения по сотрудничеству можете присылать мне лично в Директ. Ведущая Ольга Орлова уже прилетела на Сейшелы. Марина Африкантова чувствует себя на острове любви, как дома. Она подумывает там остаться. Оля Рапунцель и Дима Дмитренко готовятся к свадьбе. Мама Димы и другие его родственники не хотят приезжать на свадьбу. 17 июня мы станем мужем и женой, пишет Ольга. И в этот день у Димы еще день рождения. Я беру его фамилию и мы станем семьей Дмитренко. Дима в прямом эфире Инстаграм проболтался об интересном положении Ольги. Правда, он быстро пошел на попятную и отметил, что пока это для всех секрет. Ходят слухи об очередной якобы беременности Лилии Четрару. На стоп-кадре из недавнего эфира заметно, что Лилия в интересном положении. А вот бывшая участница Дома 2 Алена Ашмарина, которая недавно заявляла о своей беременности, опровергает уже эту информацию. Многие подозревают, что в порыве гнева в тот момент, когда она находилась в ссоре с Ильей Григоренко, девушка сделала аборт. И теперь ей не остается ничего другого, как все отрицать. Лиза Шароха скоро станет мамой, она счастлива. Свой снимок с родителями она подписала, на этом фото нас четверо. Дмитрий Тарасов всех удивил. Вслед за своей бывшей супругой Ольгой Бузовой он решил тоже запеть. Но Тарасов не претендует на сольную карьеру, он довольствуется дуэтом с Александром Тарасовым, больше известным как текила. Интересно, удастся ли ему затмить некогда любимую женщину. Бывшая участница проекта Софья Ангел назвала Бузову воровкой. Она заявила, что Бузова уже не в первый раз ворует ее идеи. Сначала Бузова украла идею поехать на Евровидение, а теперь решила примерить на себя ее образ с крыльями. Многие советуют Софье обратиться к психиатру и перестать себя сравнивать с Бузовой. Евгений Руднев во второй раз женился на своей девушке Елене. Он сделал предложение своей девушке после полугода отношений. Поздравляем, ребят! Ольга Гожиенко написала пост о своей дружбе с сестрой. «Мы с Марго не просто сестры, мы подруги», – пишет она. «Так было не всегда. Было время, когда наши взгляды на жизнь и интересы очень отличались. Но сейчас все изменилось. Ольга считает, что их объединило материнство, а может просто они стали старше и стали больше ценить родных людей». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.